Главная ёлка города переливается разноцветными огнями. Высота новогоднего дерева 28 метров. Благодаря пиксельным гирляндам на ней появляются объёмные голограммы. Меняются цвета светлячков и на макушке. Внизу радует глаз неоновой снежинки. Рядом каток, а над ним сияет звёздное небо. Лёд, я считаю, классный. С друзьями покататься вообще отлично. Приходить даже компанией какой-то, поучиться даже неплохо, я бы так сказала. Мне очень нравится. Город украшен красиво. Взять другие города, наш город, я бы сказала, в первых местах. Очень много огоньков, красочно, ярко. Работают здесь и новогодние домики с едой. На расхват сладкая вата со вкусом клубники, яблока и лесных ягод. Цена 4,50. В меню есть также шаурмаху, доги и блинчики. Взять с собой предлагают и ароматный глинтвейн. Тем временем дети выбирают мягкие игрушки, светящиеся аксессуары и мигающие шары. От Нового года хочется чудес, хочется волшебства какого-то. Несмотря на то, что взрослые, создаем волшебство деткам нашим. Удобно здесь. В кафешке все есть адекватно, все чисто убрано. Надо праздник отдыхать, всем гулять, веселиться. В этом году новая елка, бесплатный каток и звездное небо радуют горожан и возле Дворца искусств. Участвуют в конкурсе смотря названия лучших новогодних локаций и предприятия. Например, на входе в электросети сияет инсталляция в виде лампочки. На Бобруйской громаше снеговики и игрушки. А рядом с Таимом символ 2023. Выпить чашечку кофе и заодно обновить Инстаграм. Кафе и рестораны города тоже постарались на славу. Сказочную атмосферу создают тысячи огоньков. Маленькие елочки и плюшевый медведь. Аж глаза разбегаются. Праздничное настроение буквально витает в воздухе. Украшен въезд в город, центральные улицы, торговые центры и даже дворы. В этом году специалисты Гурсвета развесили свыше 100 светодиодных гирлянд. Огни будут сиять всю новогоднюю ночь. Ну а чтобы погрузиться в чудеса, достаточно просто выглянуть в окно. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Вобруйск, 360.